Выполнение актуальных сезонных задач в центре внимания. В Самаре продолжается уборка снега с городских улиц. На еженедельном совещании в профильном ведомстве была дана оценка результативности работ служб благоустройства. Менее чем за две недели февраля в городе выпало почти 27 миллиметров осадков, что составляет 61% от месячной нормы. В том числе почти 5 миллиметров добавились за минувшую ночь. Осадки синоптики прогнозируют и на 14 февраля. Поэтому снегоуборочные работы не останавливаются. Они организованы в круглосуточном режиме, как и контроль за обработкой, расчисткой территории и вывозом снежных накоплений. На текущий день основная задача, несмотря на то, что у нас в принципе будет поток в городе транспорта, это максимальная очистка проезжей части щетками и при необходимости обработка отдельных участков сеглоледными материалами, где уже успел схватиться снег и щетками не берется. По прогнозам синоптиков на смену осадкам придут крепкие морозы. Задача – как можно лучше очистить улицы от снега до его замерзания. В дневную смену 13 февраля в уборке всех городских территорий задействованы 339 единиц техники и 3281 человек – это дворники и другие уборщики. Всего же за предыдущие сутки выход персонала составил 3351 человек, а для механизированной расчистки, погрузки и вывоза снега направили 578 машин. С начала зимнего сезона на специализированные площадки вывезено более 300 тысяч тонн снега. Подтаявший после обработки антигололедными материалами снег сметается с проезжих частей и тротуаров. На совещании отметили, что на отдельных участках рыхлый снег сметен не полностью. В связи с этим поручено дочистить территории, чтобы потом не было накатов и гололедицы. Особое внимание подходам к остановкам и пешеходным переходам, тротуарам, а также участкам вблизи социальных учреждений и автодорогам с интенсивным движением маршрутами общественного транспорта. На следующей неделе для улучшения водоотведения и снижения рисков подтопления городских дорог стартуют работы по прочистке ливневых канализаций. Это ежегодные мероприятия, которые проводятся в преддверии периода активного таяния снега. У нас есть отдельные участки, где в принципе зимой при таянии снега, при работе антиглобных материалов скапливается вода, на одних участках получается налить, препятствующая, закрывающая общий створ трубы. На данных участках инженерная система шляет пролив горячей водой. Основная задача сейчас предприятия к этому моменту произвести очистку приемников, убрать, если рядом на них образовалась снежная куча, то есть обеспечить к ним доступ. Тем временем продолжается отопительный сезон. Подключение части жилых домов в Куйбышевском районе Самары к новой мощной котельной стало еще одной темой еженедельного совещания. На сегодняшний день к построенной котельной уже подключены более 80% запланированных потребителей. Как сообщили в профильном департаменте, оставшиеся 25 домов в 25 квартале, которые сейчас питаются от другой котельной, планируют переключить в конце месяца, чтобы максимально улучшить качество теплоносителя. Для этого управляющим компаниям и ТСЖ необходимо произвести подготовительные работы. Сейчас идут непосредственно регулировочные работы непосредственно по управляющим компаниям и ТСЖ. Внутри домов выставляются регулировочные шайбы, приводятся в соответствие непосредственно с переключением элеваторные узлы, приводится свое оборудование в жилых домах непосредственно в соответствии для того, чтобы не нарушить гидравлический режим, который влияет на качество предоставления теплоснабжения. После комплекса необходимых работ подключение домов к новому источнику подачи тепла станет возможным при оптимальных погодных условиях. Температура воздуха должна составлять не ниже 5 градусов. Галина Топилина, Игорь Казановский, События.